Всем привет, это Дмитрий Ковпак и сегодня мы будем обсуждать с вами новости из Китая и какие ключевые события влияют сегодня на жизнь предпринимателей, что это нам с вами, как предпринимателям, дает и какие выгоды и возможности от новостей из Китая мы можем вынести. Сухопутная граница Китая-Россия будет открыта. Управление Роспотребнадзора Светлана Лапа сообщила, что китайская страна готовится открыть российско-китайскую границу между Забайкальем и Манчжурией для пассажирских перевозок. Что крутого? Для товарного бизнеса это очень крутая новость, потому что далеко не всегда можно привезти ценный груз какими-либо другими способами, кроме как отправить так называемыми ходоками через границу. Был такой пример, проходило важное событие, молодежное мероприятие, большое государственного масштаба и один из подрядчиков встрял с китайской фабрикой как раз перед праздником осени, перед ночем октября. Все китайцы стремились быстро-быстро закончить все свои заказы. Этот подрядчик обеспечивал поставку сувенирной продукции на это большое молодежное мероприятие. Там должно быть написано на карандашах, десятки тысяч карандашей, написано «Раша» и «Год». И китайцы старались так быстро сделать заказ, что напечатали без буквы «Р». Получилось «Усия» и «Год». Естественно, партию надо было переделывать. Пока ее переделывали, большинство логистов закрылось на праздники. Единственный способ перевезти груз был только вот через границу. Так что это отличная новость, будем рады. Так, еще одна новость. Китай готов перейти на оплату рублями за поставку топлива из России. Китайские компании собираются активно применять в качестве расчетов юани и рубли. Что это значит для экономики и товарного бизнеса? Исключить доллар из операции, да, это выгодно, потому что операции станут дешевле. Но по факту на сейчас оплаты через доллар дешевле. То есть купить за рубль-доллар, оплатить в Китай выгоднее, чем оплатить напрямую в юанях. И как только эта разница нивелируется или изменится, да, то все с радостью, конечно, будут платить и в Китай, и в юанях. Это будет очень здорово. Но пока как есть. Еще одна новость. Китайский многонациональный производитель автомобилей со штаб-квартирой в Шанхае, НИО, а они сделали охренительно огромное количество электромобилей. Новость скорее негативная, да, негативная, чем позитивная. Во-первых, цены на эту марку поднялись. Да, во-вторых, Китай из-за вспышки ковида отложил поставки автомобилей в РФ. Ну, как бы, и ладно, подождем, ковид не вечен над луной. Короче, если посмотреть на рост компаний, производителей электромобилей и рост продаж в этой сфере, да, то можно с полной уверенностью сказать, что за будущим автопрома всех стран электромобилей, да, львиная доля такси в китайских городах, это именно электромобили. В основном там BYD, это драйвер, который стимулирует и другие страны потихоньку переключаться и отказываться от двигателя внутреннего сгорания. Так что всем нам ездить на электромобилях в ближайшем будущем и, скорее всего, на китайских. Ура! Еще одна новость. Бренды, ушедшие с российского рынка, Nike, Kia, Mango, Levi, Zara, Sephora, Procter & Gamble и прочие, освободили место для создания локальных брендов. В чем выгода? С одной стороны, часть предпринимателей говорит, что, типа, чуваки, эти бренды были драйверами того, чтобы у нас всех тоже покупали, но мы нуждаемся в этих продуктах. Мы нуждаемся в одежде, в салфетках, в подгузнях и прочем. Значит, на место те, кто уехал, придут другие. Также я считаю, что Казахстан станет перевалочным хабом для мировых брендов, которые будут стремиться все-таки продавать в обход санкции. И закон, который был опубликован о параллельном импорте, тоже этому способствует. То есть новость такая, что ты имеешь право пойти купить у дистрибьютора на соседнем рынке брендовые товары. Например, ту же Zara. И без разрешения правообладателя этого бренда завозить их на территорию России. Огромное количество предпринимателей мне позвонили. Говорят, это что, мы можем сейчас со своих стран отправлять товары, они будут востребованы. Ну, в целом, да. И мы проконсультировали с рядом юристов по авторскому праву, что в данный момент такая возможность есть. И явно на короткой дистанции на этом кто-то заработает огромные деньги. Еще одна новость. Китай продолжит нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить санкции Запада. Интерфакс заявляет, что Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных санкций. Санкции Пекин будет дальше развивать обычные торговые отношения с Российской Федерацией. Еще одна новость. Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%. Интерфакс обнародовал информацию о таможенной статистике и заявил о росте в товарообороте между Китаем и Россией. Россия импортировала, кстати, из Китая товаровые услуги на сумму 12,5 миллиардов. Рост в годовом исчислении составил 41%. За 2021 год российско-китайская торговля достигла рекордного уровня, превысила 148 миллиардов, увеличилась по сравнению с 2020 годом на 35,8%. Напомню, что годом ранее был поставлен план экономического развития и роста товарооборота между двумя странами к 200 миллиардов долларов в годовом исчислении. Такая была цель. Вот мы видим, что цель достигается. На этом все. Что хочется сказать. Первая популярная тема – это релокация бизнеса, переезд компаний на другие территории. Для этого подготовлены. Львиная доля бизнеса ломанулась в Дубай, Южную Америку. Это стимулирует предпринимателя и вообще наш ум двигаться предпринимателей, находить новые решения. Огромный спрос на деятельность с американским рынком. И я вижу, как ребята, владельцы брендов строят сейчас систему для отправки прямо из Китая, прямо из фабрик под своими торговыми марками, в своей упаковке. Товаром на американский рынок на рынок Азии, рынок Южной Америки. И это отличная тенденция, потому что русскоязычные предприниматели пошли в мир, пошли в другие рынки. И мы точно во многих позициях сильнее. Мы учились бороться за деньги, за ресурсы. Нам не страшны преграды. Поэтому в целом мир и предприниматели других стран почувствуют скоро очень эту конкурентную нагрузку. Вот, а вам всем желаю успехов, удачи, преуспевайте, используйте Китай и пусть вам везет. Ура! Да, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пользуйтесь бонусами, которые мы будем вам оставлять в наших видео в описании. И, конечно, достигайте своих целей, а чтобы это происходило, ставьте их, ставьте их немедленно.